Сегодня у меня будет, наверное, непростая проповедь. Интересно, потому что я сделал ее таким четверостищем. Я зачитаю, а потом вы поймете немножко. Сегодня люди говорят, не произнося ни слова. И люди слышат, но не слушая другого. Бояться, не имея страха тоже, и веря лжи, не доверяя Богу. Можно сказать, ну и зачинил. Ладно, я-то поговорю об этом. Но, знаете, наблюдая сегодня за людьми, можно прийти к одному серьезному выводу. К простому выводу. Знаете что? Им все равно. Это первый и основной вывод. Люди вообще, как говорят у нас в Одессе, по барабану абсолютно все. Что ты не говоришь, они тебе в ответ и так далее. Люди не стыдятся жить, как считают нужным. Мы сегодня докатились до того, что люди вообще, как бы, по-своему, по-своему все делают. Ничто не препятствует им сегодня делать так, как остальные. Когда-то в том маленьком еврейском анекдоте такой приходит Лёва к Рэбе и говорит, Лёва, Рэбе, Рэбе, можно курить. Он говорит, ты что, не дай Бог. Он говорит, а что? Он говорит, он не спрашивал. Вот у нас такая тема, знаете, как только спросишь что-то, даешь совет, и вообще им все равно, что ты им дал совет. Все равно, если Лёва курит, значит, или Изя курит, значит, все, все можно. Знаете, я понимаю, есть такая поговорка, им закон не писан. Когда мы говорим это, мы что имеем в виду? Есть люди, которые безрадствуют, знаете, им все возможно. Соблюдать нормы, как бы, приличия, уважения друг к другу им не стоит. Им законы не писаны. Знаете, ладно, мы говорим о мирских людях, и мы понимаем, что ими руководит в этом мире зло. Абсолютное, да, зло. По имени Сатан. Понятно, что они под этим влиянием, но когда мы начинаем работать с нашими людьми, то диву даешься. Кто прав, кто виноват, нельзя разобраться, потому что, знаете, всегда крайного нельзя найти. Невозможно найти, кто виноват. Всегда есть какая-то ссылочка. Я, может быть, и виноват, но если бы не он, или не она, или не обстоятельства, если бы весь свет не выключили, не сгорел бы телевизор. Что-то всегда не так. В мире технологий этот мир сделал нас изолированы друг от друга. Я считаю, что именно то, что должно помогать обществу в общении, имеется в виду в развитии, становится нашим камнем преткновения. Мы разговариваем, не произнося ни слова, просто строчим СМС, сообщая другому. И когда приходит время нам услышать, услышать мы не слушаем, гнобим другого. Когда приходит время услышать, мы не слушаем. Встречались с такой частью жизни, как говорится, да пойми меня, услышь меня, я тебе тылды, ну услышь меня, пожалуйста. Кто говорит, ты не понял, услышь, о чем я тебе говорю. Для таких людей у нас есть место из Писания. Знаете, какое? Начинается с Матфея, 13 глава, 14 стих. Вы будете слышать, но не поймете. Будете смотреть, но не увидите. Изговорится одно пророчество Исаии. Я думаю, вот посмотрю вот это пророчество специально, то есть типа, говорит ли это о Машиехе или говорит ли это о Евангелии. Вот оно будет рядышком, будете слышать, и не дойдет до этого Слова Божия. И будете видеть, и не увидите. Я прочитаю это место Писания, это Исаия, только сейчас у меня из контекста я не вырываю, но у меня нет этого именно конкретно, вам выставить это место. Это есть. Шестая глава, так я думал. Тогда Господь сказал, Он говорит Исаии, «Иди и обратись ко всем людям с такими словами. Услышите, но не поймете. Увидите вблизи, но не научитесь. Смути людей. Сделай их неспособными понимать то, что они услышат и увидят. А то вдруг они поймут все, то, что услышат, и возвратятся ко мне, чтобы я исцелил их». Он говорит, «Смути людей. Вдруг на них дойдет. А вот дойдет, о чем я говорю, но покаяния нет, чтобы они пришли и просили, чтобы получить исцеление. Между прочим, Галя, я хочу тебе передать, что тебя ищут из Америки. Да, да, ищут. Я даже в прямом эфире говорю, обещал, что я сделаю. Там одна есть женщина, которой вы на фестивале, вы работали вместе. Она говорит, и она пишет, пишет очень сильно, а Галя не отвечает. Помните, будет говорить и не отвечать. Хотя тема моего послания не услышать и слушать, видеть и не видеть. Я буду говорить следующее. Я взял эту фразу еще раз украинской мовы, и вам покажу, о чем я хочу сказать. Люди кажут, не вымовляючи ни слова. Еще люди чуют, не слухаючи іншого. Люди боятся, не маючи страху, а вірят, бо віри вже немає. Важно заметить, что мы люди, что сегодня у людей вообще отсутствует страх напрочь. Напрочь отсутствует страх Божий. Если в начале войны у нас страх был, знаете, от того, что происходило, и звучащие сирены приводили в суету нашу действительность, то сегодня даже при прилете мы говорим бум-бум, мы говорим прилетело. Знаете, что еще больше такое? Давайте посмотрим, посмотрим, куда оно прилетело. И бегаем не в укрытие, а посмотреть, на показать, на фотографировать, на показать, что так все плохо. Мы стали другими, абсолютно другими людьми. И в этом есть наша уязвимость. Именно мы стали другим. Мы, имея страх, не боимся. Мы не боимся чего-то важного. Мы даже не боимся прилетов. В этом я говорю. Мы не боимся тревог. Бог. Другое. Мы теряем страх, который называется страх Божий. Люди боятся, но не от страха Божьего. Они боятся, потому что это их касается. И для многих верующих это тоже важная тема. Страх и вера – это два эмоциональных переживания. мы сегодня говорили немножко о вере. Никита затронул эту часть. Это два эмоциональных переживания. И важно, с какими чувствами мы сегодня находимся. Разобраться в этих чувствах вера и страх. Мы можем чувствовать страх, но при этом не бояться последствий. Что я имею в виду? Знаете, мы чувствуем, что-то происходит или же что-то делаем, боимся, но мы не боимся последствий того, что нас может ожидать. Это может быть как и позитивная часть. То есть мы на самом деле имеем переживания, не боимся, потому что с нами Бог. Да, будем говорить так. Но есть и другая негативная часть. Мы что-то делаем неправильно и не боимся тех последствий, которые нас могут ожидать. Первое послание Иоанна 4, глава 18 стих. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящиеся несовершенной любви. Как верующим людям мы должны поставить на весы, что для нас приоритетным страхом является. Боимся ли мы обстоятельств, ситуаций, отбора, границы, в ЦТК, ЦТК, и этих самых всяких полицейских, налоговых и все остальное, или же у нас вообще должен быть другой страх. Совершенная любовь не имеет страха, потому что там мучение, без Божьей любви становится жизнь в мучениях. Мы можем переживать страхи, но при этом не должны бояться, переживаться. Так как страх это мучение. Мы можем переживать. Это чувство, которое у нас есть, где, например, летают ракеты, страх существует, но при этом это не должно нас пугать, бояться. Мы не должны бояться, но надеяться на Бога, который силен нас спасти от возможных обстоятельств. Оно еще не совершилось. Что страх делает? Это чувство, которое продлевает, двигает нас вперед о последствиях того, что происходит и что мы переживаем сейчас. Но Бог, Он может избавить нас от ситуации, которая будет. Тут два противопорожающих фактора. Страх и вера в Бога. Должны ли ваши чувства диктовать вам ваши действия, или вы будете жить по Писанию, не привязываясь к чувствам? Почему я говорю об этом? Чувства всегда будут спутниками для нашей жизни. Всегда в нашей жизни. Но эти чувства, которые с этим страхом сможет быть крючком, спусковым крючком, как на пистолете. Для каждого действия, которое мы делаем, но для верующего человека, человека, рожденного свыше, Божье Слово должно быть основанием его последующих действий. Мне это очень важно вам донести, потому что мы все делаем одни и те же ошибки. Мы начинаем двигаться не верой, а чувствованиями, переживаниями, страхами, которые у нас есть, и делаем решения, за которые нужно потом будет отвечать. Почему я говорю об этом? Пример. Сегодня у нас с вами нелегкое время. Очень нелегкое время. И каждый сегодня нуждается в финансировании. То есть нет людей, которые скажут, у меня денег не нужны. Потому что за все в этом мире отвечает серебро. За каждое наше желание, привилегии, электричество, газ и все остальное. но сегодня для нас стоит вопрос где найти работу. И если работа есть, она бывает разная. Она бывает как профессия врача, военного или там полицейского, то, что на вахте стоит. Есть моменты сутки через двое, так говорят. То есть ты каким-то образом привязан к работе. Но есть работы, которые называются шабашные. Не имеется в виду на шаббат. Шабашку говорят, оттуда пошла. Типа халявная работа, которую можно было сделать и быстро. И из той нужды, которая у нас иногда есть, мы делаем выбор между тем, чтобы пойти на собрание, помолиться Богу, пообщаться с людьми, иметь отношения, где Бог откроется тебе, где что-то скажет, за тебя помолятся, придет исцеление. Мы думаем, из-за той нужды, которая у нас есть, без доверия Богу, мы говорим, а вот эта работа, мы думаем, что она дана нам Богом на день шабата, и мы быстренько ее сделаем, отматолим, и будет все нормально. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Я говорю о вещах, которые мы внутри имеем чувство. Делать нарушение Божьего права или посмотреть через Священное Писание, что несмотря на твою нужду, что Бог будет снабжать тебя всем необходимым. Была одна статистика, которая в старые времена была сделана евреями, и там была такая простая статистика, что светские евреи, которые пренебрегали с шабатом, имеется в виду и как в пятницу вечером, и шабат сам по себе, делали немножко гешепт, немножко того-сего, и евреи, которые чтили шабат, и праздники, и когда взвесили их доходы, то доходы те, которые пренебрегали службой, молитвой, праздниками, служением в синагоге и так далее, они пренебрегали, у них должен был быть заработок и прибыль больше, но оказалось, что она осталась меньше тех, тех, кто следовал истории, следовал Писанию, следовал своей жизнью, то есть не шел на компромисс тем чувствам, которые есть, нам всегда чего-то будет не хватать, это не то, чтобы у нас как бы так просто происходило, тут важно иметь веру в то, что Бог предоставит тебе работу, когда ты верен Ему в собрании, в служении и людям, послание к евреям, 50 глава 25 стих говорит, не будем оставлять собрания ваши, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривает прихожение или приближение дня онного, то есть его предшествия, чем ближе мы к Богу, то есть каждый в нем, тем больше мы нуждаемся в нем, я скажу так, это каждого касается, когда мы молодым и были, мы все, что хотели, потворили, да, пришло время покаяния, мы все равно с нашей молодостью делаем все то, что нам можно сделать, когда приходит время, уже к возрасту мы делаем то, что мы обязаны сделать, самое важное, я с уверенностью могу сказать, что самый большой враг рожденного суще человека это эмоции, ну, не только как бы дьявол врагом, а после того, кто, как бы, люди рисуют его с рогами, хотя я не уверен в этом, да, но эмоции, эмоции являются самым большим врагом рожденного суще человека, это эмоции становятся нашими проблемами, с которыми мы позже приходим к Богу для решения ситуации, в которой нас ввели наши же эмоции, мы что-то делаем эмоционально, да, из-за страха, чаще всего человек делает из-за страха либо амбиции, да, мы делаем, высказываем что-то, делаем, какие-то эмоциональные решения делаем, с которыми мы потом приходим к Богу и просим его решить эти проблемы, потому что мы неправильно эмоционально с ними справились, как странно, правда, что удивительно в этом, это то, что эти же эмоции помогают нам делать правильное дело, и наоборот делаем ошибочные, непоправимые вещи, которые противоречат Писанию. Эмоции либо они делают нас последователями Божьих каких-то планов, либо эмоции делают нас врагами тех обстоятельств, которые у нас слаживаются. Я думаю, что очень многие с этим встречались, когда эмоции, эмоциональное настроение влияет на людей. я несколько таких приведу, это то, что может быть сделано так. Мы все верим в Слово Божие, пророческое откровение, мы даже, Писание говорит о том, что мы отчасти знаем, отчасти пророчество, мы хотим, чтобы Слово от Бога, которое делают люди, принесло нам утешение и возраст в Боге, то есть возрастание в Боге. Когда пророческие духи подчиняются пророкам, и они для того и служат, чтобы созидать общину, наставлять общину, давать им веру в будущее, вдохновлять, чтобы они двигались в Боге. Но когда это бесконтрольно, когда это не соответствует Писанию, оно часто бывает такое, что не соответствует Писанию, и могут быть следующие ситуации. Многие молятся, кто-то один под эмоциями, призвание другой или другого, говорит, ты должна разлетись с мужем, он тебе претновение в твоем призвании. И такие люди есть, потому что они не Бога не боятся, они людей не стыдятся. Есть те, которые еще могут, мало того, что это самое, ты пойди к другому, он должен еще взять твоих пятерых детей и жениться на тебе, потому что это будет величайшее откровение, и Бог будет использовать вас. Это еще одно бред какой-то. Продать машину, купить велосипед, или наоборот, а зато уже сидел за велосипедом. Я говорю о том, что эмоции это твой враг, кроме дьявола, это твой враг. Хотя эти эмоции дьявол использует для разрушения, суверения с Бога, в веру Бога. Живя таким чувствами из эмоций, из строя жизни этих чувств, которых потом пытаешься откреститься множество раз, типа, а я не это имел в виду, когда я тебе это что сказал, ты неправильно или неправильно поняла вообще-то, что я имел в виду, что я пережил. они не помогают подвигаться в служении или работе. Иногда одно решение, сделанное на эмоциональном уровне, может стоить тебе карьеры. Одно решение хлопнуть дверью, потому что внутри тебя вулкан, и ты недовольен всем этим. Может стоить тебе работы, может стоить тебе отношений, может стоить тебе личного счастья. Это одно решение, которое ты открываешь через эмоции, потом может подслужить на всю твою жизнь. Как закройщик, который раскраивает, так и кроет это решение всю твою оставшуюся жизнь. Вера и страх это противоборствующие два желания или чувства, они борются между другом всю нашу жизнь. Где-то страшно, где-то хочется иметь веры больше. Страх это дверь для врага, приносящая сомнения в суеверность Бога. Вера позволяет менять нашу жизнь выше обстоятельств, в которых мы живем. Страх позволяет дьяволу постучать к нам в душу и если мы поверим его лжи, тогда мы называем это слово обольщены. Посмотрите, есть ситуация, в которой страх открывает дверь и дьявол начинает говорить тебе или ты начинаешь представлять всякий исход той или иной ситуации и это может послужить именно той проблемой, да, которой ты поверишь. ты поверишь этой проблеме. И мы называем это обольщение. Вера позволяет Богу постучать в нашу жизнь, и если мы поверим в Его обещание, то Он становится нашим оправдателем, становится нашим защитником в одних или других ситуациях. Ситуации всегда будут. Но бывает так, что мы люди, я говорю о себе, наверное. Мы верим в то, что мы поверили, это истина, а то, что вообще-то мы поверили, это не истина, а ложь, и становится нашей личной правдой. И мы начинаем жить в обольщении, как будто это наше откровение, наша личная правда, наша истина, но другие люди не видят этого. Не видят. Вернее, то, что ты видишь, они не видят. Как говорят, со стороны лучше видеть. Вы замечали? Простите меня, женщины, прошу вас, если кто-то так, знаете, где-то либо ты едешь за рулем, либо ты находишься в магазине, где-то скупаешься, покупки делаешь. Не скупой, а покупки делаешь. И смотришь на окружающих мир, нас красивых, прекрасных, одетых, прихорошенных людях, и чаще всего ты замечаешь следующее, если там девушки, которые сделали ботокс, шмотокс, и все, ну, шмотки имеется в виду, ботокс, шмотокс, и все остальное, и они как будто себя со стороны не видят, и такие, уточка. им кажется, это такая правда, а не красота неописуемая, просто упасть и отжаться. Знаете, такой вот момент, я ни в коем случае не хочу никого унизить, потому что некоторым сестрам нужно операция, как бы, немножко подтянуть все, что надо. это может быть и необходимо, если есть деньги, но смотришь на этот ужас, который проходит мимо, и ты думаешь, что человек на самом деле думает о себе, что это красота неописуемая, и она, этот человек обманут. Понимаете, о чем мы говорим? Так бывает в нашей вере. У нас такое веще бывает. Мы верим в какую-то правду, становимся нашим откровением, мы с этой правдой откровением о себе, но это ложь. Носимся и мы думаем, что мы правы, а со стороны мы не видим этого. Мне интересно, сколько у нас людей верят в то, что мы думаем о сами себе. Мне до сих пор приходится размышлять о себе. Не делают замечания некоторые люди. Я начинаю думать о своем характере. верю верю я тому, во что я нахожусь, пока не докопаюсь до правды. И вот здесь нужно иметь изменения, помочь себе измениться. тебе говорят, что надо менять язык. немецкий, немецкий на английский или украинский, не это имеется ввиду. А как ты ставишь свою речь, что тебе в твоем лексиконе чересчур много блинов. Понимаете, да? Вместо других слов мы начинаем их менять на христианские такие, знаете, выпады. И ты, пока ты не поймешь, не докопаешься, то, что тебе нужно, это на самом деле у тебя оно есть. И вот здесь вопрос перемены истины, найдите истины. То есть ты думаешь, что это нормально, это истина, это твое откровение, как я чуток и говорю, кому это дело, а со стороны это виднее, и ты начинаешь искать это. Поэтому я, например, я смотрю некоторые вещи в своей жизни, на меня какие-то замечания, я начинаю думать, копать, на самом деле я со стороны так себя веду, что в нем как бы находится. Я не знаю, как вы, но для меня это очень важно. Поэтому я назвал эту сегодня проповедь, которую сегодня люди говорят, не произнося ни слова. И люди слышат, но не слушая другого. Боятся, не имея страха и верят дьяволу, не Богу. Верят лжи больше. Сколько из нас даже, извините, я буду говорить, верят о Боге, которое мы слышали много неправды. Например, Бог кровожадный хочет жертвы человеческие. То есть слово такое, ну, давайте принесем в жертву Богу, принесем наше даяние, пожертвовать. И у нас вот этот парадигма, знаете, такой момент, лишь как будто Богу деньги нужны. Но это даже неправда. Понимаете, да? Но мы представляем, что это необходимость, что Богу нужны деньги, поэтому мы приносим деньги, даем, даяние, десятины и так далее, потому что Богу это нужно. Богу это не нужно. Понимаете, да? Но и знаете, в чем? Что Бог использует финансовый поток для того, чтобы помочь людям, тем же вдовам, сиротам, нуждающимся, помочь людям из того, что мы принесем Богу. Бог, я хочу сказать, не источник ваших проблем. Бог не является источником наших проблем. Вот ему нечего делать, мы подумаем, а, сегодня развлекаловкой займемся. Итак, кто у нас по списку Валентин? Вот давай мы сделаем головную боль. как будто ему делать больше нечего. Он не становится моей проблемой. Я хочу вам сказать больше. Я сам становлюсь собственной проблемой. Эмоционально. Я включаю какой-то момент, и я становлюсь эмоционально проблемой для своего будущего состояния, в котором я живу. Бог здесь ни при чем. Потому что Писание говорит, что будьте степенны, никакое гнилое слово не исходит из ваших уст. Это не только маты, которые мы посылаем друг друга за русским кораблем. Понимаете, да? Гнилое слово это состояние, которое гадость такая. Фу. Кто ты вообще такой? Кто тебя вообще поставил? Где ты вообще учился? Это состояние пренебрежения другого человека. Мы сами эмоционально вставим себя в эти позиции, а потом мы думаем, как оттуда выгребсти? Бог не является источником твоих проблем. Просто это проглоти к себе и положи в сердце сюда. Пускай входит в желудке где-нибудь будет, чтобы Бог не является источником этих проблем. 1 Тимофея 4,16 Вникай в себя и в учение не только на шаббаты. Занимайся сим по утрам, по воскресеньям, по праздникам. Нет, Писание говорит, занимайся этим что? Два человека знают, что постоянно, остальные только по воскресеньям. День свободный, можно заняться собой, красотой. Жив постоянно, ибо так поступая, то есть делая так постоянно, из себя спасешь, из слушающих тебя. Вы представляете, что здесь говорится? Не просто учение из Писания, а как ты себя ведешь, как ты себя исследуешь себя, потому что насколько ты эмоционально переполнен, ты можешь спасти себя и слушающих тебя. Другими словами, ничего не сказал эмоционально, ты спас человека, а сказал, наговорил, и начинается беда, кто прав, кто виноват, разборки и так далее. И здесь тоже есть такая истина. Я другой вариант перевода прочитаю. Внимательно относись к себе. Если ты себя любишь, не имеется самолюбия, а если ты себя уважаешь как человека Божьего, рожденного свыше, то внимательно относись к себе, так ли ты живешь. Внимай учение, то есть исследуй Библию, так ли учишь, дабы и жизнь твоя, сия и учение, и пребывай в них постоянно. Пребывай в них. Я українською мовою. Дбай про все, про свое життя и учение. Будь наполегливым у цьому, бо так ты спасаешь и себя, и тех, кто тебя слушает. Мне подобается так наполегливым, наполегай, нажимай на это, это заставляет тебя приложить усилия. Это битва эмоций, которые переполняют нашего внутреннего человека. Вера и страх. При любых обстоятельствах, которые мы проходим в нашей жизни, непростой жизни, борьба, битва эмоций, говоря о вере, которая не просто излилась в наши сердца, как любовь через Дух Святой. Но мы в этой вере и живем, и существуем. Я перехожу от страха к вере, потому что чаще всего страх эмоционально выражает то, чего потом мы больше всего о чем мы созалеем. Писание говорит, что без веры угодить Богу невозможно, и нам нужно ее сохранить, чтобы угождать Богу. Не просто я верю в Бога, не просто я знаю Бога, я знаю, что Иешуа умер за меня и воскресе на третий день и дал мне оправдание. Вера часть нашего бытия, жизни, это то, что способно нас вдохновлять на добрые дела, и в то же время это и больно, и неприятно. Ладно. Вера это нечто особенное. Вера становится приключением для каждого из нас, кто хочет жить по Божьим стандартам. И чаще всего вера нас выливает в страдания. Авраам верой принес Ицаха в жертву. Ходил в обетованной земле, как будто не в своей. Имеющий, как будто не имеющий. Я хочу сказать, вера это приключение. страх сковывает людей. Это не свобода. Это не несчастье. Это томление твоего духа. Вера это свобода в первую очередь. Выбор нашей жизни. Вот вера это путешествие в длиной жизнь. вера это щедрость, любовь ко всему окружающему. Вера это опасно, но страшно. Это страсть быть свободным. Вера это вызов твоему счастью. Если только за эту веру будем бороться. 1 Тимофея 6 12 Борис что есть силы чтобы не втратить веры своей. Мне это очень нравится. Борис всеми своими силами чтобы не утратить твою веру. Выграй взмагание. Не просто возможно. А здесь послание говорит выиграй взмагание за вечное життя, до якого ты был покликаный, принявший Ишуа Машехом чудовую истину, про яку ты открыто свечил богатем людям. Русским языком говорят доблестно сражайся за веру. Здесь как-то оборот немножко доблестно. мы доблестно смело больше говорить. А тут еще есть силы. Борись еще есть силы до конца. Пытайся пройти это состояние чтобы не утратить своей веры в Бога. Часто нам нужно останавливаться чтобы пересмотреть где мы находимся. Доблестно наслажайся за веру. Держись в вечной жизни которой ты призван ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями. Часто нам нужно оставаться верой тогда когда ты видишь себя в разочаровании. Нам нужно оставаться верой. Нам нужно оставаться верой когда ты чувствуешь что не соответствует обещаниям. Нужно оставаться верой когда ты видишь что ситуация совсем несправедлива относительно тебя. Нам и мне в том числе нужно научиться стоять в твердой вере в своем уповании на Бога. Скажу просто жизнь несправедлива. Сама по себе жизнь несправедлива, но есть справедливый Бог. И это мне нравится. Нравится в его характере, что он является Богом, который справедливо относится к тебе. Это трудно понять. Понять Божью справедливость иногда сложно. Но если ты живешь чувствуя благородство по Писанию, то как-то ни странно, он становится Бог твоим оправданием. Потому что ты знаешь, что Он справедлив, а ты просто правильный. Когда я думаю, что ты правильный, то ты должен знать, что Бог справедлив, но для этого нужна вера и справедливость Бога независимо от исхода обстоятельств. Я в конце зачитаю несколько тезисов, которые сказал мой учитель в семинарии. Мне это очень нравится. Псалом 26, 8. Когда сказал ты ищите встречи со мной, сердце мое отозвалось. Господи, встречи с тобой искать буду. Я буду искать встречи. До тебе кажется сердце мое шукайте обличье мое. Обличье твоя Господа шукаты мое. Удивительно, что часто, когда мы в беде, то у нас быстро приходит время для Господа. Вы заметили, что как будто у нас все в порядке, у нас не хватает выкроить время, чтобы провести время с Богом. Нам просто его не хватает. Как только ситуация меняется, мы вдруг находим и растягиваем наше время, как будто там не 24 часа, а уже 36 часов в сутки. Это происходит тогда, когда сестра ситуация постучала нам в дверь. Тук-тук, то там ситуация. И мы начинаем раскраивать это время по минутам. Как нам найти это время с Богом с надеждой, что все пройдет гладко. Я призываю вас читать его слово. Не только его читать, а поверить его слову, поверить его обещаниям и делать так постоянно, делать и как написано. То есть говорим, что мы читаем его, понимаем его и делать как там написано. Не просто буква в букву, а именно исполнение его. И мы обязательно увидим перемену. Не просто провозглашайте цитаты из Библии. Я буду стоять на это Писание, мы его любим цитировать. А как насчет этого? 1 Тимофея 6 9. Тоже кто хотят быть богатыми, попадают в ловушку и создают себе искушение. Они попадают многим вредным и глупым желанием, которое ввергает людей в бедствии и погибель. Нам не просто надо понимать, что Бог хочет, чтобы мы были успешны, что Бог хочет благословить нам, что мы и то, что мы имеем, заработали, мы могли бы передать нашим детям, потому что так Писание говорит. Но также читайте то, что когда ты хочешь быть в состоятельном состоянии, быть благословением и спонсором многих ситуаций, ты должен понимать, что ты себя приводишь к месту искушения. И чтобы не впасть в это искушение, тебе нужно держаться веры, отстаивать свою веру, именно на полягаты в тему, настаивать, чтобы никто тебя не смущал на твоем рабочем месте, что ты веришь в человек, что ты веришь в Мессии, чтобы никто не смущал тебя, неужели ты еврей, который верит, что типа из ничего родилось что-то. Вы понимаете, да? У меня были такие дискуссии с некоторыми евреями, которые ходили в другие общины, более андоксальные, но при этом они еще и реформист толка. И они говорят, зная мою веру, говорят, но надеюсь, ты не без мужика родился тот, он не называет его имя, тот. Я говорю, да, к большому сожалению, я верю в то, что без возможного вмешательства это могло сделать. Так такого не может быть. Ты можешь подписать, какая глупость. Послушай, ты же веришь, Бог из ничего своим словом всего лишь сказал и все, что мы видим стало явным. Он говорит, ну, это я понимаю, что люди не верят. Я говорю, а что сложного, то, что уже создано, сказать просто слово, и из этого слова станет плоть. Просто так. Я понимаю, что у людей есть в голове проблема. Как верить того, которого ты не знаешь, о котором говорят все. я часто задаю вопрос людям, которые сомневаются, есть Бог или нет. Простыми вещами. Откуда я же недавно задавал этот вопрос человеку, откуда ты знаешь, что ты родился в то время, которое там 26 декабря 1967 года. ты же не помнишь этот день. Ты будильник, когда вышел из утробы матери, не сказал, засеките время, какой день, какой час. Знаете, что происходит? Мы просто не хотим верить Богу, потому что мы не понимаем его, как это может быть. Мы не понимаем, как мы можем родиться, как можно выйти из утробы матери, как из два близнеца, которые рождаются. Один говорит, Мама злая, она не хочет, чтобы мы оставались здесь. Мы же не знаем, как там. Надо выйти. И потом, когда вышел, кричит, мне здесь плохо, мне здесь ужасно, здесь холодно, здесь небезопасно. Ему говорят, Лева, пути обратно нет, потому что мы не знаем, мы не верим, мы не понимаем. Но когда мама делала день рождения, я беру метрику, это написано, когда я родился, я начинаю верить тому, что написано там. И где я родился, кто мои родители, и читаю мои болезни, как называются, карточки, помните советские карточки. там и этим болел, и этим болел, и там ставили эти прививки, все что-то. Ты начинаешь верить, что это все с тобой ужасное происходило. Тебе уколы ставили. Представляете? Это ж какой ужас. Ты начинаешь верить. Здесь ситуация Божьему Слову, которое оно истинно, нужно доверять и верить в Него. Я прошу, чтобы вы изучали Библию, чтобы вы смотрели в Евангелии, рассуждали над этим, потому что это очень важно. Все, кто хочет жить в согласии со своей верой вешевыми будут гонимы. Одно из обещаний. Если ты хочешь верить, ты будешь гоним. Что же нам делать? Как угодить Богу? Это вопрос самый интересный. Люди все задают его. Поверьте, начинаешь общаться, что мне делать? Люди спрашивают вопрос по разным причинам. Одни из-за того, что нужно что-то от Бога, что мне делать, как помириться с Богом, что-то от Бога надо. Кто-то спрашивает, потому что изменились обстоятельства, в которых они живут, и надо что-то поменять в своей жизни. Кто-то из-за страха, чтобы не попасть в ад. А вот ученики спрашивали вопрос, потому что желали строить Царство Божие. Они спрашивали вопрос, чтобы участвовать в том, что Бог делает. Иоанна 6, глава 26, они спросили, что нам делать, чтобы наши дела были угодны Богу. Можно зачитать украинскую мову, она дуже цикава. тоді вони знову запитали Його, з чого ми маємо почати, аби зробити те, що Бог бажає. З чого нам начать, щоб знать, що Богу угодно, що йому хочеться. Знаєте, удивительно. Ответ може быть сам поражаючий, ведь того, хто Бог послал, он говорит, вот йому верьте, той, хто умер на кресте, воскрес на третий день, оправдав, дал нам духа, йому верьте. Он отвечает, це Бог бажає, вірте тому, кого випислав. Знаєте, разговарка Йоанна, 6 глава, 29 стих, дальше идет дискуссия, которая очень напряжна. мы не любим ее читать, потому что это немножко не по-нашему. Что дальше идет? Дальше идет разговор с людьми, который говорит еще, что я есть именно Пасха, я есть Агнец, и я есть хлеб. То есть он говорит на себя как на причастие. Еще говорит себе как причастие о том, что если вы не будете кушать плоти моей и пить крови моей, мы такие я представляю, это не просто была какая-то парадигма этих религиозных людей, он говорит, вы должны будете кушать мою плоть и пить мою кровь, если без этого не будете делать, то вы не поведете в царство и воскресенье не будет у вас. Все такие это ересь, в Танахе такого нет. И знаете, что-то происходит в этих людях, каноны, которые у них были, они рушатся, для того, чтобы потом что-то происходило через время. Иешуа предлагает ученикам тоже присоединиться к тем обиженным людям, которые ушли. За ним следовало множество людей. И когда он это им говорит истину, манну небесную, вот какая она, они от него отворачиваются, потому что они считают это ересью. Иешуа говорит этим ученикам всем, ну и что, присоединяйтесь к тем обиженным. Я их обидел, что они должны пить мою кровь и кушать мою плоть, говоря о своих страданиях. Но знаете, что делает Симон? Он отвечает так, как будто нет выхода уже. Он отвечает из веры, которая у него уже утвердилась. Потому что услышать такое, что он говорит, и оставаться в вере, именно очень сложно, потому что ломает парадигмы того времени. Я буду читать 68 и 69 стих. Симон Петр отвечал ему Господь, не позовет Бог, Адонин, кому нам пойти? Куда? Еще кому? Где еще тот, кто может нам что-то еще предложить? У тебя есть слово вечной жизни, и мы уверовали в тебя, и знаем, что ты Маши сын Бога живого. Вы поймите, это вера, которая сохранит их и делает их путешественники по жизни. Что эта вера сделала для них? Вы знаете, что эта вера сделала в Ишу? Многие из них погибли, умерли, их казнили, их преследовали. Это вера смелых людей. Я сегодня кидаю вам вызов веры смелых людей по жизни мы с песней шагаем. Какая песня? Наш Маши жив. Наш Маши жив. Воскресший из мертвых дал нам оправдание. Мы имеем это обетование, и как Петр сказал, ибо ты Маши ты Мессия сын Бога живого. Нам нужна вера в Бога. Недоверчивое чувство, но нам нужен страх Господень и не боясь ситуации, в которые мы можем иногда впадать. Нам нельзя это делать. Страх он правды Божьей не творит. Так что мой призыв сегодня не бояться того, что может нам повредить с востока. Не бояться ракеты, дроны, танки, снаряды. Иметь страх перед тем, кто может вынести приговор. Нам не нужно бояться тех, кто может повредить нашему телу. А бояться того, кто может сделать приговор, кто может и тело, и душу вверхнуть в ад. Вера против страха. Кто в этой битве победит, скажите мне. слава Богу, який может своя сила, яка дает в нас сделать незравненно больше, чем мы можем молиться и верить. Больше, чем мы можем молиться и просить. Тому же, кто посредством своей силы, действующей в нас, способен сделать неимоверно больше того, что мы можем придумать, попросить, представить себе. Да будет слава мессианской общине Ишуа Мессии из поколения в поколение во веки веков. И последнее, что я хочу зачитать, это высказывание Ричарда Хеннера, одного из моих учителей в семинарии. Один из самых интересных учителей, который учил по церковной или общинской дисциплине. Для меня это было очень хорошим таким обучением. Он говорит так. Вера не всегда избавляет нас от проблемы. Вера помогает нам справиться с ней. Вера не всегда избавляет от боли. Вера дает возможность справиться с твоей болью. Вера не всегда выводит нас из бури. Вера успокаивает посреди нее. вера не избавляет. Вера способствует победе, упованию. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились. И чтобы в это время, когда на самом деле люди поменялись, когда сегодня люди говорят, не произнося ни слова, когда люди слышат, но не слушая другого, когда боятся, не имея страха и верят лжи, не доверяя Аббар. Я хотел бы, чтобы мы основывали нашу веру не на страхах или же эмоциях, которые впоследствии нам нужно разгребать чуть сильно. Очень сильно. Одно эмоциональное решение может выкроить всю твою жизнь как закройщик одежду. Сделайте правильный выбор. Верьте в того, кто может избавить вас из-за этих ситуаций ни сегодня, ни завтра, возможно, через 10 лет. Возможно, это путешествие, которое вы взяли в веры, приведет вас на Голоковский крест. А возможно, в тюрьму. Не из-за то, что вы украли, а за то, что вы верите. возможно, на плаху, расстрел. Возможно, эта вера в Бога представит вам выбор следовать за Ним и от Него отказаться. Что бы это ни было, но вера должна быть сохранена. я не знаю, как вы это делаете. Я не знаю, как у меня это получается. Но я говорю, так, мой спаситель живет. Он не мертв. И за той чертой, которую мы называем жизнь на земле, мы обязательно встретимся с ним. я кидаю вам вызов сегодня веры. Страх всегда будет пребывать, но страх того, кто может и душу, и тело вернуть в пучину, бездну. Я не хочу, я очень не хочу, чтобы стоять перед тем праведным судьею, вынесет мне тот вертик, который бы я не хотел слышать. Я надеюсь, здесь никого нет, тех, кто бы поменял бы свою жизнь на ад. Это не жизнь, это страдание. Если ты не веришь в Бога, попроси Ему просто открыться тебе, возможно, через обстоятельства, ситуации, чтобы вера в того, кто может изменить все, дал нам надежду увидеть будущее. Субтитры